Главная особенность этих обезьян заключается в их специфической внешности. Длинный висячий нос, похожий на большой огурец, сильно выделяет насочей среди своих сородичей. Всем привет! Вы на канале Мэри По. Усаживайтесь поудобнее и мы начинаем! Носач – очень редкий и весьма необычный вид обезьян. Прибрежные равнины острова Борнео – единственное место на земле, где можно их встретить. Зонами обитания они чаще всего выбирают заболоченные мангровые заросли. Обширные пространства с вечно зелеными гигантскими деревьями, примыкающими к торфяным болотам. По сравнению с другими обезьянами, носачи имеют средний размер. Вес самцов составляет 20 кг при длине тела 75 см. Самке легче и миниатюрней. При весе в 10 кг их длина около 65 см. Независимо от пола, хвост животного по длине примерно равен их телу. Но главным характерным внешним отличием взрослых самцов, давшим название виду, является грушевидный свисающий нос, длина которого может достигать 10 см. Такой длинный нос есть лишь у самцов, а вот у самок и молодняка органа боняния не только меньше, но и имеет другую форму. Это пикантно вздернутые треугольные носики. Носачи потрясающие пловцы, способные проплыть под водой до 20 метров, поэтому живут недалеко от водоемов. Кроме того, интересно, что они плавают именно по собачьи, а помогают им в этом маленькие перепонки на задних лапах. Они практически полные вегетарианцы. Их рацион состоит из растительности, молодые листья деревьев, съедобные побеги, цветы со сладким гектаром, а также фрукты. Однако иногда в их питании присутствуют насекомые и крабы. В поиске пищи кахао начинают у реки, постепенно углубляясь в лес. Чтобы насытиться, они иногда проходят несколько километров в день и лишь к вечеру возвращаются к месту обитания. Носач может съесть ядовитое растение и с ним ничего не случится, так как в его желудке содержатся бактерии, обеззараживающие яд. Эти обезьяны не любят жить в одиночестве. Чаще насачи объединяются в группы до 20 особей. Между собой они конфликтуют редко, хотя мелкие стычки не исключены. Несмотря на семейный уклад жизни, спят насачи отдельно на довольно большом расстоянии друг от друга, до 300 метров. Эти обезьяны подвижны и довольно крикливы. Особенно любят кричать самцы. Для этого они даже устраивают в утренние часы вокальные соревнования, кто кого перекричит. Обладатель самого громкого голоса имеет большой авторитет среди сородочей. Сезон размножения припадает на весну. Беременность длится 200 дней. Самка рожает одного детеныша. Она кормит детеныша молоком до 7 месяцев. Но и потом сохраняет с ним тесную связь. Если в стаю приходит новый вожак, то он убивает потомство предыдущего лидера. По этой причине самки могут иногда покидать стаю. Продолжительность жизни 20 лет. В Борнео не водятся крупные млекопитающие хищники. Главные враги насачей – гигантские грибнистые крокодилы, обитающие в вангровых болотах. Они подстерегают и нападают на обезьян, когда те переправляются через реку. По этой причине насачи, несмотря на то, что отлично плавают, стараются совершать переход в самом узком месте. Гораздо чаще кахау становятся жертвами крупных варанов и питонов – морских орлов. Определенную опасность представляет для них и браконьерская охота. Человек преследует насачей из-за вкусного мяса и красивого густого меха. Уменьшилась и среда обитания насачей, которые к тому же проигрывают конкурентную борьбу за территориальные и пищевые ресурсы длиннохвостым и свинохвостым макакам. Эти факторы, а также процветающий на острове браконьерский промысел привели к тому, что численность вида уменьшилась в два раза и сегодня едва ли превышает 3000 особей. Сегодняшний хозяин заповедника в 1990-х годах приобрел в собственность большой участок мангрового леса для возделывания маслячной пальмы. Увидев обитавших там насачей, владелец плантации был очарован необычными мартышками. Ему захотелось узнать все об их образе жизни и поведении. Узнав, что животные находятся на грани исчезновения, он изменил свои первоначальные планы. Теперь место плантации маслячной пальмы территорию занимает естественный лесопарк, где живет около 80 насачей. Место чрезвычайно популярно у туристов, которые имеют возможность наблюдать за обезьянами. Они, по словам очевидцев, не только совершенно не боятся людей, но и охотно участвуют в фотосессиях, позируя на фоне яркой зелени джунглей. Правительство Малайзии, озабоченное экологической обстановкой на Борнео в целом, предпринимает меры, направленные в том числе и на защиту от полного вымирания необыкновенных и удивительных обезьян насачей. А вид занесен в Красную книгу и охраняется в заповедных зонах. Ну а вам спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подпишитесь на канал и жмякните большой палец вверх. Берегите природу и всем пока!